Готовы, да? Раз, два, два, спокойно. Пребывание в больнице порой бывает очень долгим и, конечно, скучным. Особенно для детей. Да и обстановка в таких учреждениях не поднимает настроение. Учеными доказано, развлекательные программы способствуют скорейшему выздоровлению маленьких пациентов. Поэтому уже не первый год Клоун Алекс проводит в детском отделении районной больницы анимационные представления под названием «Доктор Клоун». Когда что-то происходит, не связанное с больницей, приедут какие-то артисты, какие-то проводят выставки. Это всегда отвлекает детей. И внутри организма вырабатывается вещество, которое дает положительные эмоции. А положительные эмоции, значит, ребенок быстрее идет на поправку. В этот раз праздник смеха был посвящен самой актуальной сегодня теме – футболу. Ребята рисовали футбол, говорили о нем и играли. Клоуну Алексу удалось вовлечь в игровой процесс и родителей, которые с удовольствием принимали участие в конкурсах, много улыбались и наслаждались тем, что их дети находятся в прекрасном настроении. Мы не первый раз лежим, у нас пятеро детей. Мы периодически здесь частые гости. Очень хорошо, прям спасибо ему большое. Настроение поднимает, да? Развлекает. Дети забывают, что прям болеют. Волна веселья и позитива не обошла стороной съемочную группу телеканала «Видное ТВ». Нам доктор Клоун предложил подвести итоги конкурса рисунка. Сейчас телеканал «Видное ТВ» определит, у кого лучший рисунок в детском отделении ноги Акинфеева, знаменитого нашего вратаря сборной России. Судили по шкале аплодисментов. В итоге первое место заняла 15-летняя Алина Можнякова. Несмотря на то, что профессионально рисовать девочка нигде не училась, ее изображение было самым натуралистичным. На работу ее вдохновили успехи сборной России. Радость за нашу команду, потому что все-таки не всегда у нас такое получается. И это редкость, что Россия прошла. Все рисунки разместят на специальную доску, где уже есть работы других ребят. Неделю назад, перед решающим матчем сборной России, юные пациенты оставили здесь изображение в поддержку наших игроков. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.